господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешного номер 740 события дня филиппийцам 128 и не страшитесь ни в чем противников это для них есть предзаменование погибель а для вас спасение и бога за 22 декабря 2017 года мир вам игнатий тихонович сегодня снова беседовали со священником уже всей семьей мама и брат младший это я уже говорил там но снова говорю тут как-то запуталась у меня несколько ответов было господь послал нам замечательного священника как отец заботится строится новое помещение храма и в нем купель для взрослых на месте источника как сказал святого закончен где-то через два-три месяца и тогда с божьей помощью сможем принять погружение без симонии к крещению церкви приступая с именем анастасия данным при рождении младенчестве хоть и не совершалось полное погружение было миропонам мазание руками священника имеющий благодать духа святого который собственно и произнес раба божия анастасия хоть и привыкла я к имени прежнему ривка ревекка то что ж буду отвыкать и рождаться заново с божьей помощью хочу сказать что из иудейства достаточно трудно возвращается домой церковь все что было родным и близким оказалось поворотом не туда непрестанно благодарю всемогущего за его милость игнатий тихонович принято считать православие что за именем человека имеется покровитель но почему не может быть несколько покровителей говорю о канонических именах ночь какой ответ давать несколько такого нет это там у немцев называют мария она или папа ян павел 2 нет этого и не было одного хватит зачем это так можно и за тещу за сватью нет этого не принято и не надо это это считать принято бог его знает как она там пишет блаженно кто достаивается быть близким богу кавычки открыты но помнишь что написано кто приближается ко мне приближается к огню если бы ты был золотом или серебром и приблизился к огню то благодаря огню ты засиял бы более ярким блеском и отливом если же ты знаешь что заложено в тебе основание веры здесь лица на дереве сени соломе то когда ты приближешься с таким основанием к огню погибнешь оригин я пишу теперь кто помогает здесь бог дал новикова сергей александровича миром сергей александрович выстоял мощь и только сейчас увидел где корочка жития святых там на самом деле книга симфония на неканонической книги как бы это переправить и правильно назвать для книги симфонии на неканонической книги мы не пересылали корочки он говорит не получал я быстренько достал тут сканировал сразу послал это заняло не больше пяти минут в номере третьем свидетельство об обращении как люди у нас обращались пришли в общину вот вопроса то есть дома самостоятельно писали таких было 84 свидетельства а в общем то может и даже больше но вот я сейчас выставляем так чтобы страниц по 100 туда заходит вот вчера никита позже приехал вчера написал когда писалась книга-то издавалась 15 16 там открытым оком он тоже написала фотографии рядом не будут вот номер и свидетельство об обращении вчера только никита написала себе я туда включил но у меня не было под рукой фото пока номер 3 чуть подождать никита сейчас подберет и мне скинет несколько фото я вам добавлю к его биографии житию роман н фроликов не будет ли хамсом с моей стороны если я буду показывать видео где конкретный православный священник говорит как неверующий а следом мусульманин и поминает два раза имя аллаха не знаю тут какое хамство то вообще ничего не говорите ничего нету тем более это открыто он говорил мусульманин мог записать думаю что они ничего нету выставлять надо ему на пользу но только с ним отношению тебя попортится а польза ему будет вот если так думать и то есть просчитайте иначе выйдите на тропу войны промолчишь один раз пожалеешь а скажешь сто раз пожалеешь роман николаевич юрий соболев благодарю игнатий тихонович в конце года как обычно много работы не успеваю посмотреть новые ваши ролики но слежу за выходом свежих а ваши духовные поэтические наставления меня очень поддерживает стихотворение спаси христос артем малыхин игнатий тихонович а почему так происходит почему в храмах побор и побор и почему торговля почему крестят непогружением о мощением обливанием почему священники полубритые все как-то шиворот на выворот вот были у нас городе таганроге родина чехов антона павловича на службе в храме мне сам храм очень нравится то я там крещен был обливанием кстати но дело в том что на службе невозможно сосредоточиться то ходят туда сюда то опоздавший то начинает с тарелками ходить деньги брать обстановка конечно караул отвечаю что сказать вам артем это везде практически но если ничего не делать то будет еще хуже нужно устанавливать порядок это можно было бы сделать если бы там не было священника и когда будет порядок тогда его сюда и пригласить главное то кто укореняет беспорядок со священник ему деньги нужны люди посторонние их нужно за дверями где-то учить всему торговлю убрать хождение с тарелками запретить установить святую десятину и тогда уж возможно будет иное сделать исаи 57 17 за грех корыстолюбие его я гневался и поражал его скрывал лицо и негодовал но он отвратившись пошел по пути своего сердца ну это папа же говорится то но вам это не под силу встаньте в уголок закройте глаза и молитесь не попадайте в поток от киоска до подсвечника икон иначе вас будут долбить чтобы передали свящу дальше мы также делали в ряд становились вот так как бы стена подают одному другому нет а так это баптисты пришли у баптисты пришли свечку не передают свечку не предают ты хоть там николыч чудотворец будь и анкранштадтский будет стоять баптист почему тупее православных никого нету я вот так вот работал с одним николай нестерович молчанов он на одной ноге был смелитополя приезжал и уже стал ходить и свечки ставить баптист закоренелый отбывал за баптистскую веру там вот и выходит она же говорит я смотрю народ говорит тупой дальше некуда ничего не понимать или бог одних дураков тут набрал или никогда он их не набирал сами пришли пишу деяние 513 из посторонних же никто не смел пристать к ним а народ прославлял их тут наоборот все посторонние идут и и ругают и проклинают и что угодно 1 фестивалькистом 46 чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво потому что господь мститель за все это как и прежде мы говорили так и свидетельствовали никола веселов во славу божию я и не воспринял текст стихотворения к себе я же родом то не из старобрядцев мы всей семьей пришли приняли крещение в июне 2016 года в рпц сц русско-православная старобрядческая церковь после того как я наткнулся на ваш канал ю тубе в декабре 2015 и моей голове все перевернулось я не мог спокойно спать и есть начал всем об этом говорить что крещение неправильно что мы не имеем права причащаться не отдаем десятину и проще меня никто не слушал ко мне стали относиться по-другому московской патриархии правильно крестить по канонам не отказали хотя приводил все доводы апостольское правило святых отцов ваш материал это 136 свидетельств священник меня не слушал и не слышал собирался ехать к вам но это очень далеко и вот случайно нашел сайт rpsc у нас цызрани пообщался со священником он мне не отказал благодаря вам я моя жена и дети приняли правильное крещение и мы остались церкви христовой спасибо с христос продолжайте нас радовать своими проповедями с уважением никола это уже от них он взял хотя я в поэзии не очень но стихи у вас очень сильные алена сайдуганова игнатий тихонович здравствуйте мы с мужем думали о том чтобы отправить к вам в гости летом нашего старшего сына даниила ему 7 лет я буду молиться с вашего разрешения таковом путешествие он уже два года смотрит сначала про лагерь а в этом году как дети у вас в гостях были и просятся я говорит хочу дедушке игнатий тихоновичу в гости ему пошло на пользу в познании любви к богу ваше наставление дисциплина и многое другое для ребенка это просто чудо и занятие опознание бога и отдых и труд притом знаем что любящим бога призванным по его изволению все содействует к благу римна 828 это самая она написала вот понимаете это алена я ему пишу в ответ памятка о том что нужно ребенку иметь с собой это же и взрослому верхнюю теплую одежду легкую баллоневый покров запрещен носовые платочки 4 штуки по две смены верхнего нижнего белья девочкам длинное платье до 5 для церкви праздничные платки косынки мальчикам иметь пояс и быть всегда пояс и рубашку на выпуск простые носки теплые носки три пары и две пары легкую обувь и резиновые сапоги желательно размер больше головной убор обязательно для девочек два платка и две булавки одеяло простое по две просто не наволочки тепло дело здесь есть мыло туалетное 2 штуки мыло хозяйство 2 штуки сумку или рюкзак с меткой надпись своей фамилии инициалов кружку ложку чашку несколько чистых тетради ручку карандаш нитки иголки удочкой на гальяна желательно привести справку что не мощница во сне нет кожных заболеваний и глистов ничего не привозить из компьютерных игр играющим запрещено приезжать деньги часы телефоны сразу же отдаются воспитателям возвращаются при отъезде то есть играющим то он играл то и даже не пишите мы их не берем они как бесноватые они не дисциплины соблюдать не могут ничего вообще не понимают опустошенное кто играет дома компьютерные игры нам даже не пишите вы уже в отвале деньги за счет часы телефоны отдаются воспитателям возвращаются при отъезде запрещается категорически привозить животных теперь у нас значит лагерь то закрытый нету приезжает с родителями в возрасте до семи лет это обязательно или со старшим по особому разрешению если же ребенок один то обязательно справку от родителей что они прислали или привезли ребенка в гости к нам на лето алена сайдуганова все ясно и потом будем молиться очень хотелось бы нравится мне у вас дисциплина и занятия все что требуется все во славу божию новиков сергей александрович отвечает я все прошелся подкорректировал шрифты в один размер фото подровнял подписи выделения то есть книги о том как обратились люди об обращении их свидетельство об этом у меня такой вопрос ставить священником начинаю никто не может сделать а сколько человек приходит а тут тысячи а у нас каждый ну и были три человека примерно которые не написали а почему не написали даже четыре может быть с потеряевкой вместе потому что нечего писать обращение настоящего не было а другие все написали даже понемножку почти все пришли через занятия которые господь позволил мне приводить проводить в университетах оттуда были люди вот на этом на сегодня бы надо еще показать наши ресурсы вот этот что у нас это у нас вот мой мир видите как я все переношу то что оставлю вот по 10 роликов каждый день на ю тубе на видеоканале переношел мой мир хорошая система мой мир я влюблен в нее а какая она была от нее уже отняли процентов 90 возможностей видимо власти запретили она легко пользовалась 23 щелчка и 10 тысяч человек одновременно получает 12 фотографий ну нет этого ни в каких фейсбуках нигде нету и до 5000 знаков 10 тысяч человек получали одновременно сейчас по одному каждому то есть ресурс уменьшился в 10 тысяч раз и несмотря на это на этом осколке легче работать вот так это вот сейчас который я поставил которая закачала и все их убираю ну и у наш православный форум 2876 день форум открыт еще форум-то открыт помаленьку где-то 80 280 человек вчера было сколько 234 всего 234 вот мало конечно но постоянно здесь не спору еще нету а вот наш видеоканал видео канал теперь я убираю симфонии там перепутан был заголовки симфония на жития под корочка поставлена симфонии на неканонические книги ну и вот во свете библии это православный библейский сайт самое ценное 4124 ответа по темам у тебя все книги вот новиков сергей александрович у меня сделал так что можно их смотреть вытащилась сайта на youtube но хотелось бы в ворде полный том но как дать внизу система не принимает это большой размер 752 страницы может кто-то знает что посылать одним файлом но вот как скайпе там хоть какая книга будет 800 тысячи слушать может быть день целый и она принимает система показать какие у нас тут вопросы и хотя бы немножко затронуть вот теперь я беру а а государство тема такая 10 государства ну и вот один вопрос 2796 13 том открытым оком погиб прежний губернатор края и уже президентом послан новый и утвержден если будете при встрече с этим александром богдановичем карлиным то какой совет могли бы дать ему чтобы он не погиб а погиб тут евдокимов михаил сергеевич ответ молиться ему посоветовал бы иметь страх божий но он может мне сказать как и до него не любили слушать голос проповедников и его выговорили второе параллель поминал 25 16 когда он говорил ему царь отвечал разве советником царским поставили тебя перестань чтобы не убили тебя и перестал пророк сказал зная что решил бог погубить тебя потому что ты сделал сие и не слушаешь совета моего пусть обуздает нечестивцев и не погрязнет сам во взятках заботиться о нищете народной лука 12 42 господь же сказал кто верный благоразумный домоправитель которого господин поставил над слугами своими раздавать им в свое время обмеру хлеба бывший прокурором должен по закону и судить он прокурор был деяние 24 10 павел же когда правитель дал ему знак говорить отвечал знаю что ты многие годы справедливо судишь народ сей я тем свободнее буду защищать мое дело это все карлину губернатора тайского края отношу псалом сотый пусть заучит наизусть и выполняет его ежедневно как правитель истины но притча давить 29 15 не пойму откуда звуки едут что-то там выключите там радио какое если правитель слушает ложные речи то и все слушающие у него нечестивы премудрая салмона 658 страшно и скоро он явится вам и строг суд над начальствующими но начальствующим предстоит строгое испытание серахов 10 2 каков правитель народа таковые служащие при нем и каков начальствующий над городом таковы и все живущие в нем ой 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 враг человек насеял столько зла все в поле в плевелах невидной пшеницы шитье испорчено вся нить опять в узлах не успеваем заново жениться кого не гнули недруги героев потомки строят памятники бывшим хотя при жизни неустанно роют им ямы и вдогонку злобно дышат писатели поэты журналисты гонимые охаяны в постели при жизни пушки недругом освистан а после деперамбы не следят пропели псалмы давида три тысячелетия считаются поются входят в нас как он в горах пещере словно в клетке поет как и гова чудно спас он недругом желает поражения а зрящего судящего по правде без проигрыш навел свои сражения щенил поваленную недругом ограду и думает про правнуки злодеев уж мы-то бы не гнали тех пророков издали будущего станет же виднее не извлекли из прошлого уроков все так же поношение от надменных от своевольных оптом и поштучно год-два проносится и раздувает пену и слава тощих пожирает тучных бог допускает быть гонимым верным быть оклеветанным вчерашними друзьями пахать и продираться среди тернии от холода презрения летом зябнуть и горе если будут все хвалить ведь лжепророки силе и тиранам не сыщешь даже на могильный плит а тех кого христос изгнал из храма 31 августа 2005 года ну вот такое на сегодня пока хватит